Мы только раз говорили о Санкт-Парламенте, и мне хотелось бы задать вопрос с двух сторон, представителям с двух сторон, Министерству юстиции и Санкт-Петербурга. А почему вы сегодня на МИЭ заинтересовались в Санкт-Парламенте? Так, кому? Представятелю юстиции. Кто у нас остался? Сейчас, минуточку. Сначала тогда пусть ответят, или вы хотите дополнить вопрос? Я, да, дополню. Пожалуйста. Где у нас представители юстиции? Есть? Есть очень хороший закон, по которому все действует. Это закон о общественных объединениях и организациях, да, где четко говорится, что ни одна общественная организация, объединение или какой-то граждан не обязательно регистрируется в органах юстиции. Спасибо. А теперь представители юстиции послушаем. Приходите, пожалуйста, сюда. Может быть, еще будут вопросы. Здравствуйте. Уважаемые, дорогие делегаты, коллеги. Я зовут Марина Юрьевна, замначальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области. Мы не видели решения второго съезда, поэтому сначала бы хотелось бы услышать, в какой форме создавался парламент. У вас есть решение второго съезда? Уажайте, пожалуйста. Я, например, тоже никак не могу. Чтобы дать какие-то комментарии по регистрации, нужно знать, в какой ОПФ это было создано. Продолжение следует... Ну, если честно, в решении вообще нет разговора о регистрации Министерства юстиции. Есть разговор о том, что избрать представителей парламента в количестве девяти человек. Избрать президента и обратиться к губернатору, о предоставлении пользователя парламента помещения. Обратиться к губернатору в областную думу. Обратиться к губернатору. Поэтому хотелось бы услышать парламент, когда создавался на этом решении, в какой организационно-правовой форме. Чтобы я могла пояснить, как его зарегистрировать или как его невозможно зарегистрировать. То есть вы хотели, чтобы был представительный орган. То есть внести изменения в Конституцию Российской Федерации. Потому что Конституция сие не предусмотрена. Восстановление губернатора согласно закону о гарантии прав вторинных молодших народов, где мы имеем право создавать выборные представительные органы, советы уполномоченных представителей. То, что было создано на первом съезде и подтверждено на втором. Тогда хотелось бы услышать, что ответил губернатор. Губернатор сказал, что у нас есть совет при правительстве, нам этого достаточно. Значит, он позже. Игнорировали, и загибли, и второго. Ну, в любом случае, по регистрации в данном моменте, Минюст может сказать одно, что если бы создавали общественную организацию, с названием «Парламент» мы бы вас не зарегистрировали. Самсобор у нас называется «Полный комитет Самсобор». Ну. Изначально на первом съезде присутствовал Шукшин Николаевич. Я в Министерстве юстиции, федеральный орган, и никакого отношения к Министерству юстиции. Но в Министерстве вообще не обращались, а нам ее не нужно было обращаться. Ну, поэтому, если мне задали вопрос, я комментирую в данном случае, да? Поэтому я вам объясняю, что мы занимаемся контролем деятельности некоммерческих организаций, регистрацией некоммерческих организаций. Здесь сидят представители, которые половину меня знают, да? Кто-то обращался за регистрацией, кто-то обращался. Еще по дням в начале заседания возник вопрос, да, почему вы отходите от положения, и каким образом вы будете оформлять протокол. Если председателя вы избирали, и я не видела, что вы фиксировали, каким образом прошло голосование. В Гражданском кодексе сейчас четко определено. Это вопрос не сомневается к организаторам, которые сегодня организовывали там систики. Нет, ну, голосовали-то делегаты. Мне на вопрос ответили, зачем вы сейчас председаете. Если есть положение, то... Ну, то есть вопросы возникли еще в начале. Почему на них мне не ответили, непонятно. А по поводу регистрации я могу вам рассказать все положение в Министерстве юстиции. Как регистрируются, и мы до утра останемся здесь, в общем, а? Мне моя работа очень нравится, и могу недолго разговаривать. А можно вас спросить? Просто у нас, например, в Апатите, как и в Кировске, да, есть советы предпринимателей, которые просто... Мы собрались предприниматели, мелкие предприниматели, и просто уведомили администрацию города Кировска, в том числе администрацию города Апатита, предпринимателей города Апатита о том, что был создан совет предпринимателей. Мы просто поставили известность. Мы работали, мы проводили наши мероприятия, мы собирали там определенные подписи. То есть, да, мы уведомили, и мы работали. Но мы не обязаны будет регистрироваться. Посмотрите, если вы создали некоммерческую организацию... Нет, мы просто создали определенное объединение людей. Мы же не обязаны... Мы можем работать, мы можем что-то делать, мы можем уведомить администрацию о том, что мы существуем, мы можем неуведомить... Если администрация с вами в таком формате взаимодействует и их это устраивает, то почему нет? А если вы хотите получать какие-то государственные грамоты, еще что-то, то вы должны быть ее лицом. Можно я поднял больной вопрос людей? Я думаю, что меня за это не зенавидят. Это ЧПИССАМ. Существует? Но она не зарегистрирована организация. Она существует? Ей оказывает помощь различные организации, ассоциации, администрации. ЧПИССАМ не зарегистрирована. У них статус юрлица не будет. Мы сняли, мы сняли, убедитесь. Вы провели процедуру ликвидации? Вас исключили с ними? Вы теперь работаете просто как общественное объединение, без статуса юрлица. 82-й это позволяет. А почему здесь не позволяет? Ну, потому что здесь специальный закон, который четко определился, что есть право общественного объединения работать без статуса юридического лица. Вы работаете без статуса юридического лица? Точнее, с АПСОПО. Мне задали вопрос о том, почему его не зарегистрировали. Во-первых, к нам не обращались, это раз. Во-вторых, что... Тогда стоит вопрос, а там что-то. Ветер, получим уже чего-то. Я так понимаю, что это было решение вашего второго съезда. И там, если вопрос возник, то есть вы разговаривали о регистрации. Если вы о регистрации не разговаривали, то я вам, в общем-то, все уже пояснила. Есть? У меня вопросы есть еще какие-нибудь? Спасибо. Нет, спасибо.